Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работают Сергей Уланов и Иша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев поручил правительству создать фонд поддержки казахов «Отандастар». В Астане проходит пятый всемирный курултай казахов, участие в котором принимает более 800 делегатов из 39 стран мира. 14 человек привлечены к уголовной и 80 к административной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что несмотря на строгие меры наказания, нарушителей закона меньше не становится. Детей вынуждает после окончания 9 класса оставить учебное заведение и пойти в колледж или другие школы. Не всех, а тех, кто имеет удовлетворительные оценки. Наши корреспонденты разбирались в непростой ситуации. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев поручил правительству создать фонд поддержки казахов «Отандастар». В Астане проходит пятый всемирный курултай казахов, участие в котором принимает более 800 делегатов из 39 стран мира. Также Ельбасе пригласил талантливых зарубежных казахов на работу в Казахстан. Пусть правительство рассмотрит возможности для их возврата на родину и создания условий для работы по специальности, резюмировал Назарбаев. Итак, главная новость сегодняшнего форума – создание фонда «Курултая казахов». Президент Назарбаев поручил правительству создать такой фонд и попросил богатейших людей страны вкладывать деньги в этот фонд в качестве меценатов. Отметим, до сегодняшнего дня курултай казахов не финансировался со стороны государства. Слово «казах» в переводе с древнетюрского означает «свободный». 5 миллионов казахов разбросано по всему миру. Самый большой процент казахов за рубежом – это потомки тех, кто покинул Союз в 30-е, спасаясь от репрессий. Благодаря «Курултаям» и помощи переселенцам на родину приехало более миллиона казахов. Но со стороны уралманов звучат много жалоб. Они не могут получить гражданство, устроиться на работу. Больной вопрос – миграция. Например, в России гражданство предоставляют любому, кто знает русский и чьи родители родились в Союзе. У нас же требуют выйти из гражданства другой страны. Это тяжело дается казахам Узбекистана. Кроме того, необходимо предоставлять справку об отсутствии судимости. Для поддержки казахов, которые находятся за границей или вернулись на родину, создать фонд «Отандастар». Мы приняли людей из Северного Кавказа, чеченцев, открыли для них свои двери. Почему мы теперь должны обделять своих казахов? Много наших граждан стали богатыми. Я призываю бизнесменов внести свой вклад. Луководству «Курултая», администрации президента и правительству поручаю создание вышеназванного фонда. Здесь же мы узнали еще одну новость. Этнические казахи, переехавшие в Казахстан из Китая, сообщили о давлении, оказываемом на их оставшихся в Китае родственников и знакомых в рамках кампании политического воспитания. Это проходит без привлечения к суду. В Китае задержания начали проводить даже за незначительные поступки с января 2017 года. Проверке подвергаются выезжающие за пределы Китая граждане или те, кто много говорит о Казахстане. Их задерживают на срок до двух месяцев и направляют в Центр политического воспитания. По последним данным, в Китае проживают более миллиона казахов. Китай, нарушая свои законы и права человека, оказывает давление на наших соотечественников. Мы просим лишь соблюдать свои же законы Китая в отношении казахов. В Центрике было разное и терроризм, и сепаратизм. Но до меня не дошли сведения о том, что на казахов оказывается давление. Если такое есть, узнать через посольство и через МИД обратим на это внимание. Также организаторы Курлтая хотят, чтобы будущие уралманы расселялись в Кустанайской и Североказахстанской областях, где казахи составляют меньшинство и где наблюдается общее сокращение населения. Пока что политика переселения казахов с юга республики в северные регионы не дала сколько-нибудь существенных результатов. Вложенные деньги, пусть и скромные, не дают эффекта, говорят политики. Кроме того, прежде этнические казахи, не имеющие гражданства Казахстана, свободно поступали в высшие учебные заведения страны. Сейчас же для них выделили 2-процентную квоту. Еще одна проблема – предоставление уралманам земельных участков. Для бизнеса производства в Казахстане нельзя купить земли. Аренда тоже нелегкая. Есть волокита и бюрократия. У нас по закону пока земля не продается. Мы боимся больших соседей. Надо подождать. Но можно арендовать земли на 49 лет. Резюмируя, президент поручил подготовить программу стипендиатов для зарубежных казахов, для того, чтобы сделать доступным получение образования для наших соотечественников за рубежом, увеличить квоты для них в два раза, сказал Назарбаев. Боржан Шайхмет, Ганизатор Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. МИД опроверг сообщение об отправке казахстанцев в Сирию. В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о возможной отправке казахстанских военных в Сирию. Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что российская сторона выдвинула предложение направить в зону дислокации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Сообщается, что реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса является предоставление Казахстанам площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон. Чем грозит Казахстану отправка военных в Сирию? Дело в том, что представитель президента Турции Ибрагим Колын сообщил, что на прошлой неделе турецкие чиновники провели в Турции переговоры со спецпредставителем президента России. От русских даже поступило предложение. Может быть отправить определенное число киргизских и казахских военных, сказал он. Теперь местные общественные деятели, эксперты и политологи задаются вопросом, является ли этот конфликт в Сирии той точкой, куда обязательно нужно входить Казахстану, или это не наша война? А Мажорисмена Шимбаев заявил, что даже если теоретически военные Казахстана будут отправлены, то они не будут участвовать на стороне какой-либо из групп. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможностей направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в которой, я напомню, мы сами являемся непостоянным членом в 2017 и 2018 годах, и соответствующего мандата этой всемирной организации. Как следует из заявлений МИДа, казахстанские вооруженные силы могут участвовать в миротворческих миссиях, которые проводятся под эгидой ООН. В этой связи политолог Сатпаев перечислил последствия, которые грозят Казахстану в случае отправки в Сирию казахстанских военных. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам известного политолога, если военных РК отправить в Сирию, то руководству страны придется распрощаться с имиджем модератора и посредника, который так долго выстраивал аккорда. В сирийском конфликте нас не только изначально будут воспринимать как военного союзника России, но и настроят против нас часть мусульманского мира, а также западные страны, уверен политолог. За последние 13 лет Министерством юстиции обеспечена защита интересов республики в арбитражных и иностранных судах на общую сумму 17 миллиардов 400 миллионов долларов США. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи Министра юстиции Марата Бегетаева с населением посредством видеоконференц-связи. Также стало ясно, что Минюст подготовил ряд изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан, которые направлены на гуманизацию законодательства и значительное снижение штрафов. Сегодня в здании Казмеди проведена отчетная встреча министра перед населением. В этом выступление было разделено на три основных этапа. Первый этап был направлен на надмородчество, а также на представление вообще о департаменте по защите имущественных прав государства, то есть деятельность Министерства юстиции в сфере защиты интересов государства по международным арбитражным спорам. 14 человек привлечены к уголовной и 80 к административной ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что несмотря на строгие меры наказания, нарушителей закона меньше не становится. В связи с этим прокуратурой разработан проект по работе с нерадивыми родителями. Как рассказали в прокуратуре, граждан, выплачивающих алименты, меньше не становится. За период текущего года в отношении их окончено 800 производств, в результате чего с последних удалось взыскать большие суммы. Более 260 должников обязали выплачивать алименты путем принудительных отчислений из заработной платы. Порядка 500 из общего числа граждан – личности официально работающие. Есть и те, кто скрывает официальный доход, укрываясь тем самым от выплаты алиментов и выплаты налогов государству. Но как бы то ни было, процентная ставка по выплате алиментов сегодня для всех одинакова. На одного ребенка она составляет 25% от дохода или от его отсутствия. Неимение заработка в данном случае не в счет. Если человек работает, у него 50 тысяч тенге, ну 100 тысяч тенге, у него удерживает 25%, это 25 тысяч тенге, например. Если человек не работает, ну где-то скажем, она 120, 124, я точно не помню. Ну, 25 разделить, у него, значит, больше, где-то 30 тысяч тенге. То есть он не работая, он больше будет отдавать, должен будет отдавать по 30 тысяч. Это же не справедливо к отношению этих же должников. Проблема алиментчиков напрямую вытекает из разводов. Причинами развода сотрудники прокуратуры, конечно, не занимаются, но касается этого напрямую. Из-за расторжения брака страдают и дети, и государство. В связи с этим генеральный прокурор предложил организовать работу семейного психолога, который пытался бы выяснить причину, порегулировать споры между супругами и, по возможности, не довести дело до развода. Чтобы люди пришли, например, развестись, так скажем, грубо. Конечно, это же сейчас им легко, они напишут заявление, но чтобы им до этого не доводили, чтобы психолог поработал, потому что я или судья, мы же не психологи, мы же, ну, конечно, мы будем работать, но психолог должен же выяснить, может, они останутся семьями, парами. А это нам, это государство, это полезно. Как отмечают сотрудники прокуратуры, работать над предупреждением. Проблема будет значительно проще, чем устранять ее последствия. Марина Карбук, Нурланг, Наших Александр Крабарев, ТДК-42. Полицейские задержали группу лиц, участники которой промышляли кражами. Об этом сообщают в Департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области. Причем воровали грабители вещи и ценности из еще недостроенных зданий. Что же так привлекало там преступников, расскажет наша коллега Марина Карбук в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Она сейчас присоединяется к нашей студии. Марина, здравствуй. Здравствуй, Сергей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Действительно, довольно странно, что объектом внимания преступников становились еще недостроенные здания. На первый взгляд, красть там нечего. Но злоумышленники все же нашли для себя выгодный товар. Интересно, что же стало для них приманкой? Объектом кражи стали обычные батареи. Причем воровали их неоднократно. На протяжении нескольких дней гражданин С 1988 года рождения путем отжатия пластиковых окон проникал в строящиеся здания и похищал отопительные батареи. В некоторых случаях подозреваемый действовал совместно с гражданином И 1982 года рождения. Таким образом, ущерб составил несколько сотен тысяч тенге. В ходе проверки выяснилось, что оба задержанных были ранее судимыми. С подозреваемых, полученные признательные показания, оба находятся под подпиской о невыезде. По фактам возбуждены уголовные дела по статье 188, частью 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время ведется проверка причастности задержанных к иным преступлениям. Ведется судебное расследование. Сотрудники полиции напоминают об участившихся кражах велосипедов. Подряд фиксируется сразу несколько эпизодов. Так, сотрудники УВД Уральска задержали несколько воров. Гражданина Ка 1981 года рождения и гражданина У 1977 года рождения, которые путем свободного доступа похитили велосипеды стоимостью 62 и 50 тысяч тенге. А также гражданина Б 1987 года рождения, который со двора одного из домов похитил велосипед стоимостью 196 тысяч тенге. По всем фактам возбуждены уголовные дела и ведутся до судебное расследование. Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области убедительно просит граждан не оставлять свое имущество без присмотра на длительное время, так как значительное число вызвано беспечностью самих пострадавших. В Западно-Казахстанской области новорожденный ребенок умер по дороге из перинатального центра. По сообщению Пресс-службы управления здравоохранения, после того, как студентка Уральского педколледжа родила девочку, в удовлетворительном состоянии была выписана домой. Ее забрали родственники, но в пути домой, село Мурацай, расположенное в 500 километров от Уральска, их застал дождь. Машина застряла и в пути между Косталовскими и Женебекскими районами новорожденный ребенок скончался. Точные причины произошедшего выясняются. На этом у меня все, но это лишь малая часть событий, произошедших на этой неделе. Напоминаем, что имена и фамилии мы не называем в интересах следствия. Спасибо за внимание, дорогие телезрители, и будьте осторожны. Сергей? Спасибо, Марина. А мы продолжаем наш выпуск. Среднее образование не для всех. Родители учеников 44-й школы возмущены. Детей вынуждают после окончания 9-го класса оставить учебное заведение и пойти в колледж или другие школы. Не всех, а тех, кто имеет удовлетворительные оценки. Наши корреспонденты разбирались в непростой ситуации. Родители 9-ти классников пришли в школу. Здесь с их детьми проводят консультации. Родители обеспокоены, им не хочется менять школу и искать другое учебное заведение. Мы хотим, чтобы дети наши учились в этой школе. С нулевого класса они учатся в этом школе. И теперь они 9-й класс закончили, они нас выгоняют отсюда. Что мотивирует? Из-за чего? Из-за чего? Потому что в гимназии говорят, в гимназии 2 класса останутся, остальные уходят. А здесь сколько классов? 4 класса. То есть каждый второй должен куда-то уйти? Да, куда-то уйти. Училище или простую школу. Обязаны нас до 11 класса выучить. Это общеобразовательная школа. Хоть и называется гимназия, но в первую очередь это же школа все-таки. Родители учеников считают, что их дети вправе получить бесплатное среднее образование. Наших детей требуют, чтобы они сдали еще один экзамен физика-математика, чтобы перейти в 10-11 класс. Понимаете, хотя мы сдали уже госэкзамены 4. Сами дети знают о том, что в школе останутся только те, кто учится на хорошо и отлично. У нее 4 или 5 троек в четверти, и ей говорят, чтобы она пошла в колледж. Если она захочет, она должна сдать экзамены, чтобы перейти в 10 класс. Если она хорошо сдаст, то может остаться, есть шанс. В городском отделе образования сообщили, что вопрос с родителями решается. По уставу школ и гимназии ученики, имеющие больше 3-х троек в аттестате, не имеют права учиться в учебном заведении. Но детей никто исключать не собирается. Мы 10 класс наберем всех. Это значит по желанию детей, родителей, по заявлению. Мы просто сейчас набираем классы, планируем какие классы. Физико-математические классы или гуманитарный класс открыть. Я считаю, в 10-11 класс должны прийти дети, которые будут претендовать на грант, на государственный грант. Даже дети в 10 классе, они приходят, они так и говорят. Мы в доме вроде учим, учим, повторяем, но нам туго доходит. Потому что если человеку не дано, например, я не умею рисовать, да, мне хоть какой великий художник будет меня учить, я думаю, что я не научусь. Поэтому дети все разные. У всех уровень понимания вообще, восприятия, да. Они после... вот родители что говорят? Родители, они лишь бы посадить 10 класс. В школе-гимназии отметили, что приоритет в их учебном заведении отдается детям, которые будут претендовать на гранты. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. До сих пор не завершено расследование уголовного дела по факту смерти уральского студента Нурхата Годилова. 17-летнего парня лечили от простуды в то время, когда у него диагностировали лейкоз, рак крови. Родители студента уверены, что мальчика можно было спасти, если бы не халатность медицинских специалистов. В течение двух недель Нурхат Годилов жаловался на плохое самочувствие. Несколько раз парень вызывал скорую. В первой париклинике студенту поставили диагноз ОРВИ и посоветовали обратиться к участковому врачу. Анализов у пациента не брали, а просто продлевали больничный. 17 января подростка в состоянии комы доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Здесь его госпитализировали в реанимацию. 24 января у Нурхата Годилова остановилось сердце. Родители считают, что врачи виновны в том, что поставили неверный диагноз. Со стороны Абаевского ОРВД вообще сдвига нет. Без конца этих следователей меняют и меняют. Мы без конца эти прокуратуры пишем жалобы. Как бы прокуратура реагирует на это, наша жалоба удовлетворяет. И следователь меняет, но дальше уже в дальнейшем следователь вообще не работает. Вы считаете, каким правильным решением будет по этому вопросу? Ну, как правильным, чтобы дело, чтобы на одном месте не стояло, чтобы дошло до суда. И в дальнейшем уже шут от силы их не... Ну, вы считаете, что медики должны какое-то наказание понесать? Конечно, да, только лишением. В областном управлении здравоохранения сразу же заявили, что заболевание все-таки было выявлено, и пациент не остался без внимания медперсонала. Но экспертиза, составленная специалистами Департамента контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью установила. В действиях медиков были нарушения. Осмотр больного провели некачественно, не взяли анализы и назначили не те препараты. Нарушения выявлены и в действиях сотрудников станции скорой медицинской помощи. Данное дело административное было заведено еще в феврале месяца этого года. Сейчас физическое обращение было. Оно зарегистрировано. Проверки проводились. На сегодняшний день результаты нужно будет узнавать в комитете охраны общественного здоровья, потому что мы реорганизацию провели с марта месяца, поэтому все работники перешли туда в КОЗ. Результаты нужно будет узнавать там. Ну какие-то нарушения оказания медицинской помощи были, да, наверное? Ну при проверке, да, какие-то оказания нарушения были, но нужно будет уточнять там. Стоит отметить, что лейкоз – это тяжелое онкологическое заболевание, но при раннем выявлении и правильном лечении больные имеют шанс на выздоровление. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабрев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Восстание майор КНБ погиб от огнестрельного ранения. Майор получил смертельное ранение во время тактических занятий в здании службы спецназначения КНБРК. 22 июня во время проведения плановых тактических занятий произошла нештатная ситуация, при которой получил огнестрельное ранение, находящееся при исполнении служебных обязанностей, инструктор майор КНБ. Он был незамедлительно доставлен в городскую больницу номер один города Астаны, где, не приходя в сознание, скончался. По данному факту, совместно с органами внутренних дел проводится расследование. В Айтикебийском районе Актюбинской области на трассе Самары-Шимкент в 20 километрах от поселка Карабутак перевернулся пассажирский двухэтажный автобус марки «Мерседес». В автобусе находилось 52 человека, из них 50 граждан Узбекистана и 2 гражданина Казахстана. Автобус следовал по маршруту Волгоград-Российская Федерация-Шимкент. В результате опрокидывания погибли 9 человек, граждане Узбекистана. В больницу доставлены 18 человек, из них один в Казахстане. По информации пресс-службы МВДРК, авария произошла на 945-м километре автодороги Самары-Шимкент. В уральские коммунальщики начали публиковать списки злостных неплательщиков в средствах массовой информации. Кроме того, сотрудники АО «ЖАЭК Теплоэнерго» договорились с судебными исполнителями об усилении работы по взысканию долгов. Теперь фискалы будут продавать автомобили должников и даже бытовую технику. Летом платежи населения за горячую воду не превышают 50 миллионов тенге в месяц. Но этих денег не хватает платить по счетам, говорят в АО «ЖАЭК Теплоэнерго». Газовики требуют за свой товар деньги, а не обещания. Население задолжало 600 миллионов, а за газ мы должны 330 миллионов. Не можем рассчитаться. То есть у нас есть обязательства перед газовиками, мы не можем рассчитаться. Дважды они нам отключали газ в этом году и как бы грозятся еще раз отключить, если мы не рассчитаемся. Для решения проблем с долгами коммунальщики предлагают использовать все законные способы. Нарушителям запрещается выезд за границу. Арестовываются их счета и имущество. На исполнении у них находится 2133 исполнительных листа на общую сумму 104 миллиона. Поэтому мы попросили их более активно включиться и сейчас все вот эти вот исполнить, чтобы деньги поступили как можно быстрее. Чтобы народ видел, все-таки, как мы говорим, как раньше там писали, они позорят наш город. Ну, наподобие так получается. А у нас другого выхода нету. Нас в угол как бы загоняют и мы договорились будем периодически опубликовать именно только тех людей, которые имеют решение суда. Судоисполнители заявляют, что они проводят огромный объем работы и результаты уже видны. У частных судебно-исполнителей находилось порядком 4500 документов. Из них частным судебно-исполнителям было исполнено 2500 документов, взысканно с физических, а также с юридических лиц на сумму более 103 миллиона тенге. Общая сумма за должность пожарных теплоэнергонаселения составляла 220 миллионов тенге. Можно сказать, половину мы взыскали. Сейчас по оставшимся 2000 документов работа ведется. Судоисполнители отметили, что они арестовывают и счета предприятий, которые не погашают долги за тепло. Роман Копняев, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Сделать подарок близким, порадовать себя приятной покупкой в сезон отпуска или же приобрести необходимый товар для дома. Все это можно осуществить, посетив магазин электроники и бытовой техники «Мечта». Магазин объявляет о большой распродаже. Только три дня, 23, 24 и 25 июня, вы сможете приобрести товар с невероятной скидкой. В дни скидок представители магазина электроники и бытовой техники «Мечта» готовы предложить покупателям огромный ассортимент товара. Водонагреватели различных объемов, огромный выбор кондиционеров, вентиляторы, холодильники и холодильные камеры, многофункциональные стиральные машины, газовые плиты. Скидки действуют и на мелкогабаритную бытовую технику, в частности, предметы для кухни. Несомненно, всех покупателей ждет огромный выбор айфонов и мобильных телефонов, ноутбуки и аксессуары к ним, телевизоры разных диагоналей и моделей. Выбрать из всего многообразия то, что подходит именно вам, всегда помогут опытные продавцы-консультанты. «Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» спешит порадовать вас низкими ценами на высокие технологии. Только 23, 24 и 25 июня вас ожидают три невероятных дня выгодных покупок, как за наличный расчет, так и в рассрочку. Также вас приятно удивят широкий ассортимент товара и ценные подарки. Приходите, мы будем рады вас видеть». Не упустите шанс приобрести качественный товар со скидкой. Только 23, 24 и 25 июня магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмангаза 69 в районе Центрального рынка и Сарамадатова 10 дробь 1. «Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше полезной и интересной информации на нашем электронном сайте www.tdk42.kz». Всего вам доброго и удачных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok